Микс Ньюз. Утро на Болткове. Мы продолжаем. У нас в гостях Евгения Шерменёва, театральный продюсер. Известно в Риге, и сейчас уже и в Литве, и в Риге проектом «Война еще не началась». Да. Два слова об этом проекте. Доброе утро. Его еще можно смотреть, да? Его можно будет смотреть со следующего сезона. Мы будем играть снова. Два слова сейчас, просто в силу того, что у актеров были премьеры, и сейчас предполагаются какие-то поездки. Но самое главное, то, что Гуна Зариня начинает репетиции в своем театре с Михаилом Барышниковым, большого проекта. Конечно, мы пошли навстречу и пока отложили. Белый вертолет, а Папе Римск. Да, да, да. И мы, конечно, отложили наш спектакль, потому что он изначально был придуман именно с Гуной, и она для нас самая главная составляющая этого спектакля. Но с осенью, я думаю, что мы будем его играть. Ловите нас, смотрите. Вернете, прошло прекрасно. Музыкальный театр Дайлы. А сейчас Евгения расскажет о радикальном театре. Да, такого, которого... Радикальный театр само по себе вот такое сочетание достаточно. С одной стороны, как бы... Неожиданно. А что же еще в жизни радикального? Хочется как-то сразу вздрогнуть и задуматься, что там было. Да, радикальный театр мы привезем с моими друзьями из Москвы и Санкт-Петербурга. Режиссером Вселудом Лисовским, хотя он сам себя называет комиссаром. Не философом? Философом его называют другие люди, а сам себя называет комиссаром. Он назвал себя вот таким образом. И актриса Алена Старостина из Санкт-Петербурга, из театра «Пост». Вот они вместе приезжают из двух городов сюда в Ригу, чтобы сыграть спектакль, который называется «Молчание на заданную тему». История этого спектакля такова. Давайте я в двух словах скажу, кто такой Вселуд Лисовский. Обязательно. Да, да, давайте, да. Потому что, конечно, это такая фигура, появившаяся на самом деле в театральном мире недавно, в Москве. Но он родился и вырос в Ростове-на-Дону. И это был период, когда оттуда появилось очень много известных нынче людей. Кирилл? Кирилл Серебренников, Николай Симонов, который здесь работает в Русском театре, сценографом очень много. Работал с Кириллом в первые годы еще в Ростове-на-Дону. Катерина Гордеева, известный журналист. И Пивоваров, Саша, который известный. И вообще, на самом деле, очень много телевизионщиков приехали из Ростова-на-Дону, потому что в начале 90-х там был большой-большой всплеск креативного телевидения. И вместе с этими людьми вырос и воспитался в Силат Лисовский, который очень много делал в Ростове-на-Дону, работал, был в сквотах, дружил и работал с андеграундными художниками, начал там работать тоже на телевидении, перебрался в Москву, жил в Москве тоже в сквотах в 90-е годы, очень много участвовал в андеграундном искусстве и тоже, естественно, как и все, зарабатывал на телевидении редактурой, продюсированием, ну и всякими такими вещами. И в 2013 году в Москве вдруг понеслась такая волна, что вдруг какой-то спектакль совершенно неожиданный, который называется «Окын опера» в Театре ДОК. Но к тому времени Театр ДОК уже больше 10 лет делал разные эксперименты, начиная с новой драмы, начиная с работы с документальным театром, с исследовательским театром. Там Ворыпаев, Руслан Маликов, новые режиссеры, новые драматурги, новые актеры. И у него была такая очень интересная жизнь, и вдруг появляется спектакль «Окын опера», и он получает золотую маску, и выходят тогда как раз участники… Это новая форма какая-то была придумана? Это был спектакль, который придумал Сева Лисовский. Он нашел реально проживающих в Москве иммигрантов из Средней Азии, сделал с ними спектакль с музыкой, с народными инструментами, с их рассказами о себе. Это вот для старбайтеров, да? Да. Что вроде нашей раши, да? Да, и, конечно, самая известная фотография с этого спектакля, она потом пролетела весь интернет, это где они сидят, герои спектакля, в театре «Док», еще в старом, на Трехпрудном переулке. И у одного из героев перебинтована голова, потому что накануне его просто избили за то, что он из Средней Азии. Ну, такая вот… Док ей прям, да. Да, «Док» как «Док» такой. И вот все услышали, ну, то есть я со своей стороны могу сказать, что я услышала, заинтересовалась, а потом было одно, другое, третье. И следующим этапом, которым мы приближаемся к нашей истории, нашего спектакля, в театре «Док» работало очень много, был занят в спектаклях, такой прекрасный артист Алексей Юдников. Любовь многих московских девушек-зрительниц, у него всегда были толпы поклонниц, он такой очень легкий, свободный, он играл в спектаклях во многих, там «Зажги мой огонь», посвященный музыке хиппи. В общем, такой Алексей Юдников. И они с Севой Лисовским придумали и попробовали один вечер сделать так. А у него был спектакль «Носитель», где он пересказывал сюжеты фильмов, которые он когда-то видел. Ну, такой стендап, прекрасный. Да, да, да. А, я понял о ком. Да, да, я знаю. Да, Леша Юдникова. Да, все, я понял, да. И они в какой-то момент с Севой Лисовским о чем-то разговаривали и говорят, Сева говорит, ты так много разговариваешь, вот он помолчал понемножку. И они сделали спектакль «Молчание на заданную тему». То есть люди пришли в Театр ДОК. Это был такой эксперимент. Это был моноспектакль. Это был, да. Появился на сцене Алексей Юдников, который вообще не открывал рта. И условия этого спектакля такие. Целый час. Это очень сложно. Ему дается тема, и он молчит вместе со зрителями. А кто дает тему? Тема дается. То есть тема кто дает? Так не просто молчание. А спектакль называется «Молчание на заданную тему». Круто. То есть придумывается какая-то тема. Почему сегодня было солнце? Или почему я страдаю? А кто озвучивает? Зрители кричат? Нет. Это все бумажки выбираются. Ведет спектакль. Все вот лесовские. Тема эта озвучивается. И потом час. Актер молчит на сцене на ту тему, которая написана. То есть зрители сидят, видят название темы сегодняшней, и он об этом молчит. На следующий день это может быть другая. Это был эксперимент. Они думали, они на раз помолчат, и все. Молчит, и все. И потом заканчивается, и все расходятся. Да. И там даже есть такое правило в условиях, одно из правил, что спектакль закончится тогда, когда вам об этом скажут. Когда скучно станет. Нет. Когда выяжут. Когда вам об этом скажут. А я сейчас про этого узбека думаю. Он как вещдок сидел. Да. Абсолютно. Да, это ужас. Да. Это абсолютно. Это уже не театр, да? Это что-то. Это, нет, это, конечно, это все равно, конечно, театр на самом деле. Какой-то такой гражданский. Да. Но ведь и театр ДОК со временем перешел в очень гражданскую позицию. Ведь все, что происходит в театре ДОК и происходить начало, это именно из-за того, что они очень серьезно обратились к нынешнему дню. И начали говорить о таких проблемах. Вот начиная, да, там, с иммигрантов, хотя и до этого там был очень известный спектакль «Война Молдаван за картонную коробку» в начале 2000-х. Но как только они пошли в работу с архивами, с документами, как только они сделали спектакль про Магнитского, про Олега Сенцова, про многих-многих-многих, когда они начали заниматься театром правозащитного движения, у них начались, конечно, сразу же проблемы. Хотя это цепляет очень сильно. «Двое в твоем доме» – один из самых известных спектаклей, который они играли, когда это была история, помните, обострение оппозиционного движения в Белоруссии, когда людей сажали под домашний арест и с ними там рядом сидели, не просто они были закрыты, а с ними рядом сидели люди, которые их контролировали. А жили с ними, смену меняли. Да, это вот та самая история была. Алена Старостина, она у Додина училась, она у Додина работала, она выступает в театр Гертрудес, это, по-моему, Гертрудес 101, нет? Да, 101 во дворах. Во дворах, да. В понедельник в 7 часов. В 7 часов. Но в 5, для тех, кто может освободиться к 5, в 5 у нас будет небольшой разговор с Севолодом Лисовским о том, зачем он делает такие спектакли. Молчание на заданную тему и будет играть уже Алена. Алена. А кто такая Алена и почему она играет в этом спектакле? Да, ну, все равно, получается так, человек приходит, он должен быть подготовлен, да, к этому спектаклю? Ну, поэтому в 5 мы делаем небольшую вводную историю. А если он не придет в 5? Вот он пришел, час молчит. Да. А потом мы будем это обсуждать после спектакля. А радикальности в чем? Какие реакции могут быть? Просто думаешь, может быть… Я понимаю, что… Нет, ну, если это для подготовленного зрителя, да, тогда я понимаю, то есть человек должен знать, куда он идет, но если вот он не знает. Да. Ну, во-первых, мы везде написали, что это такое. Ну, то есть мы везде пишем честно. Сразу спойлеры развесили, да? Честно, мы честно пишем, а мы никогда не знаем, что будет происходить в зале на самом деле. То есть это такая вещь, которая… А что происходит? Вам могу сказать, я сама смотрела два спектакля. Один с Лешей Юдниковым как раз, а второй – это был уникальный эксперимент. Давайте я вам про Алену быстренько расскажу. Да, про Алену. Значит, кто такая Алена Старостин? Алена Старостин, она абсолютный второй человек, ну, второй человек не в смысле второй по качеству, да, а второй человек, который создал Театр Пост в Санкт-Петербурге. Она училась на очень таком известном нынче курсе Додина. Ну, которая попасть непросто. Да, на курсе Додина в Академии театральной в Петербурге. Это был курс, из которого он практически весь потом пошел работать в Малый драматический театр к нему, и на основе этого курса Додин тогда сделал спектакль «Бесплодные усилия любви» по Шекспиру. Это прям вот был для этого курса сделан спектакль, для тех молодых ребят, которые пришли. С этого курса Данила Козловский, с этого курса Лиза Боярская, вот этот вот такой вот очень известный курс. У нее этот спектакль весь мир объездил. Они поездили, да, и Алена с ним ездила, она получила сразу очень много признания тогда, как молодая актриса за участие в спектакле «Дом Бернарда Альбы», тогда она там тоже играла. В общем, она такая совершенно чудесная театральная актриса. фантастической глубины и школы, и у нее, в общем, очень много, что ей природа дала. Но она училась вместе с Дмитрием Волкостреловым, который стал режиссером, и довольно известный сейчас в России режиссер. Вот сейчас у него премьера, буквально в эти дни он мог приехать тоже к нам, но у него в эти дни премьера с Ксенией Кутеповой в театре «Фоменко». Они два года назад познакомились на «Золотой маске», где-то в какой-то... У тебя в обе сестры играет? Беса. И он для нее сейчас делает спектакль по Бекету. И это вообще удивительно, что Волкострелов попал в театр «Фоменко». Я вообще не представляю себе более разных плюсов для театральных. В дни столько новостей. И Дима Волкострелов, да, совершенно другим театром занимался. Он очень увлечен историей искусства XX века. Он совершенно потрясающе знает работы Джона Кейджа. Он знает современных все... Он очень много знает кино XX века. Это просто, по-моему, ходячий кладезь кино. Кино искусства. И он очень любит все эти вещи воплощать в театре. Вот все эти технологии искусства XX века ему интересно применять в театре. И они с Аленой сделали спектакль «Юль» по Ивану Воропаеву. И так это хорошо получилось. И так это было особенно сделано. Что в какой-то момент Алена поняла, что она больше не может работать в репертуарном театре. Что ей просто это неинтересно. Тот театр, который делает Додин, он для нее слишком обычен и неинтересен. Ну, я так беру на себя, конечно, храбрость говорить это. Но я читала ее интервью многие. И они, вот она, Иван Николаев, Дмитрий Волкострелов, еще там целая команда ребят, которые вместе с ними, Паша Чинарев, Алена Бондарчук, ну, еще очень много молодых ребят. Илья Адель с ними много работал. Такое поколение 30-летних питерских актеров. Они начали делать совершенно другие спектакли. И Дима Волкострелов основал театр «Пост». Кроме того, Алена с ним очень много работает, когда он приглашен как режиссер в обычный стационарный репертуарный классический театр что-то делать. Она работает его ассистентом режиссера и много работает с артистами. У нее свои технологии работы. И, на мой взгляд, вот то, что я видела, например, их спектакль «Побеги», то в Тюзе в Питерском, на меня он произвел просто неизгладимое впечатление. До сих пор хожу под... Ну, могу вспомнить этот спектакль спустя три года. И Алена сама как актриса, она какой-то необыкновенной глубины, и она еще очень красивая. Да господи, что же делать-то в понедельник вечера? Первый раз я увидела ее в спектакле «Should get treasure repeat». Это был спектакль по Марку Равенхиллу, который театр «Пост» сделал совершенно в необычных условиях. Это было 12 маленьких пьес от английских и драматург очень известных, которые были нарезаны. И они играли их совершенно в рандомном порядке. Ты мог пройти весь сюжет от начала до конца сюжетом, а мог выбирать себе, как в музее, пошел в этот зал, потом в этот зал, потом в этот зал. То есть ты мог набрать себе любой состав этого спектакля. Это был очень интересный спектакль, очень современный. Он как раз на самом деле напоминает «Война еще не началась», потому что там переписаны классические сюжеты и греческих, и мировых трагедий про современность. Такой потрясающий текст, конечно, очень у Равенхилла. И они его играли, вот эта большая компания «Театр «Пост», они его играли и в Москве, и в Питере, и даже возили его на фестиваль «Сиренос» в Вильнюсе в 2014 году. И там, в этот период, я как раз увидела Алену, у нее была одна сцена, где был большой зал, ну там группа людей сидела, был большой экран, на котором шел текст набранный. А она стояла около текста просто и молчала. Это как бы были ее мысли, то, что ее монолог произносился, но она не произносила ни слова. Нет, она стояла спиной. Я тогда посмотрела на нее и думаю, надо же, актрисы умеют молчать. Так долго и так круто. Ну, это там сцена была 15 минут, может быть. И потом, как раз, когда Лисовский поехал с театром «Долг» и со своими какими-то спектаклями в Питер, то они там встретились, поговорили и решили попробовать сделать этот спектакль как раз в «Театр «Пост». И там, конечно же, сыграла Алена, потому что кроме нее так молчать не умеет никто. Ну вот все. Так что зрители-то? Да, что зрители? Что зрители? Ну, смотрите. Ну, Алена знает, какая тема будет? Нет. Я думаю, что до последнего момента нет. Я думаю, что это будет выбор. Я спойлер хотел. Нет, в этом и есть и интересы, и возможности. Вы наблюдали реакцию. Я смотрела один спектакль потрясающий, когда в Москве в галерее «Марс» обычно играется в галереях каких-то. Ну, это может играться где угодно. Это перформанс? Ну, все равно это театральная перформанс. То есть Марина Абрамович, например, это делает как художник, осмысливая, как философ современного искусства и так далее. Алена все равно актриса. Она знает финал, Алена. Что, когда это закончится? Я думаю, что она доигрывает это, конечно. То есть у нее есть ее внутренний сюжет, который она играет. Часы где-то висят? Нет. У нее есть внутренние часы, которые она знает. Как вот написано в программе. Знаешь, что такое часы? Знаешь, что такое часы в театре? Это когда начинают шуршать конфетки. Вот я все пытаюсь выяснить реакцию зрителей. Так вот, если зрители, ужасно интересные дожди. Потому что мы анонсировали радикально. И это как бы, может быть, зрители будут краской поливать. Нет, нет, нет. Радикальность именно в том, что у зрителя начинается своя жизнь, внутренняя своя работа. Ты можешь сидеть смотреть на нее, ты можешь думать о своем. Но самое интересное происходит, когда ты ловишь ее взгляд, а потом оказывается, что в этот момент вы с ней думали на одну и ту же тему. Ты можешь подойти потом и узнать. И вот в какой-то момент вдруг понимаешь, что вы думаете об одном и том же. И было такое, что я видела, что люди плакали. Ну, просто ловишь взгляд актрисы, смотришь на нее, она смотрит на тебя, и у вас происходит какая-то коммуникация, для которой не нужно слов. Невербальная коммуникация с человеком. И я видела один спектакль в Москве, это был эксперимент, когда это было четыре молчания на четыре темы. Это был Алексей Юдников, Алена Старостина, Дмитрий Волкострелов и Всеволод Лисовский. Они играли вчетвером в галереи Марса, они вчетвером собрались, собрали всех людей, сказали, вот мы сейчас, каждый выберет по теме, и у каждого будет свой зал. Ну, мы можем ходить и помолчать друг к другу. И они ходили, приходили, общались, молча как-то общались, передвигались. Они молчали, приходили когда, они молчали на свою тему или на ту тему? Нет, они должны были молчать на тему зала, ну, как бы, того пространства, в котором выбраны. А текст только название темы. Текст только название темы. Не будет монолога внутри него. Нет, ничего. Какую удобность в театр. И слушать не надо. Вообще никому ничего не возбраняется. Вы можете записывать актрису, сидите, записывать. Ну, только чтобы, конечно, звуков не было. Ну, не мешали друг другу. Да, ну, как, знаете, как тоже, опять-таки, в этих условиях, это у нас написано в Фейсбуке на мероприятии, там это есть. Вы, конечно, можете этот час просидеть и смотреть телевизор, но зачем, ой, свой телефон. Вон, вопрос, зачем? Ну, то есть, вы можете это сделать в другом месте. Вы пришли сюда для другого. Хорошо. Где билеты покупать? На сайте театра Деатр Рудес. Ялос Театрес. А, на этом сайте, да. Гит ЛВ, да. Ну, да. Я уже начинаю молчать. Да, я начинаю молчать, да. А больше узнать про проект Лисовского, это transformerdoc.com. Трансформатор док, одним словом, точка ком. Но все ссылки в нашем уйвенте есть, я выкладываю туда все. Более того, два года назад, да, два года назад мы вместе с Всеволодом Лисовским и еще одним прекрасным артистом Никитой Щетининым в Москве, который занимается детским сториотеллингом и работает очень много с подростками, и ездит по всей России, его зовут везде, во все маленькие театры, где надо развивать аудиторию, потому что он умеет так работать с детьми, что дети после этого ходят в театр, тащат своих родственников, родителей, всех просто. Скажите, вот действительно, об аудитории, да, и вот есть там комиксы снимают, одна аудитория, захватывает еще 40-летних, может быть, вот, Тарантино, другая аудитория, Ларс фон Триер, да, и так далее. Вот как человеку, который ходит на, не знаю, ну не водевиль, но на что-то, вот попробовать себя... В другом театре. В другом пространстве именно себя, потому что это другие духовные такие растраты присутствуют на таких вот радикальных постановках, как? Ну, просто надо довериться и надо себе сказать... Или сесть с краю выхода. Нет, конечно, можно сесть с краю выхода и уйти, это на самом деле никого не обижает. Да, да, да. Уходят люди, в этом нет ничего страшного, это нормально. Лучше, когда человек в раздражении уходит, чем он в раздражении будет сесть до конца. Ну да, да, антракт. На самом деле, да. Антракт есть? Нет, здесь нет, но вообще, в принципе, в антракте можно уйти. Ну так, в театрах почти всегда. Нет, я про это постановлю. Нет, нет, здесь, конечно, это час просто без перерыва, потому что это надо протянуть эту историю от начала до конца. И мне кажется, что тут просто надо что-то по-другому для себя решить. Окей, я пойду, может быть, я этого не пойму. Ну, то есть, не надо себя ругать, что я ничего не понимаю, там, или еще что-то. Да, я не понимаю, но давайте я попробую хотя бы чуть-чуть для себя увидеть, а почему на это ходят другие люди, чем это нравится другим людям. Почему? Я вот когда хожу в театр, и мне что-то не нравится, например, да, мне многое что не нравится в театре, я не люблю, и как бы я не могу признать откровенную халтуру, когда я вижу, что люди просто валяют дурака на сцене. А, то есть, когда они нравятся, но видно, что они работают, это претензия к себе, да? Это претензия даже не к себе. Не претензия? Ну, то есть, я оставляю за людьми право это делать, потому что если есть аудитория, если этим людям нравится, если они находят в этом какую-то отдушину, если происходит вот это вот, аплодируют, люди счастливы, люди видят, это просто что-то другое. Но это очень нужная людям вещь. Ещё вопрос волнует очень. Критики. Если есть академический театр, да, есть там наследие театра, есть там ютуб-постановки, можно Миронова посмотреть, там Смоктуновского, Васильева спектакли, да? У нас две минуты. Есть ли сейчас критики, которых можно почитать, вот, про театр ДОК, про новые вот эти формы, про... Воропаев, например, не отвечает, чем пьеса закончилась, например, как это понять. Ну, вообще, на самом деле, самый большой ресурс русскоязычный, если вы хотите, про русскоязычный, есть несколько ресурсов. Это журнал «Театр», у которого есть блоги, у которого есть вообще большой развернутый сайт. И есть петербургский театральный журнал, у которого тоже есть онлайн, очень много блогов, которые просто быстро рецензии пишут, потом большую аналитику и так далее. Вот два самых больших, серьезных ресурса в России, конечно, это журнал «Театр» и журнал «Петербургский театральный журнал» в ПТЖ. Вот эти два самых больших, потому что все остальное, конечно, пространство съеживается. И, ну, заходите к нам, у меня есть ресурсы, на которых я тут пишу, и я туда периодически перепубликовываю какие-то ссылки на какие-то интересные статьи. «Молчание» на заданную тему на Фейсбуке есть «Тет-эвент». Да. Все, наверное, закончим. Не поняла? Я уже молчу. Ты уже молчу. Приходите помолчать. Как можно час молчать на заданную тему. Ой, хотел пошутить, но… Не получилось. Не буду. Театральный продюсер Евгения Шерменева была у нас в студии. «Понедельник», подумайте, это радикальный театр, подумайте, взвести свои силы, это очень интересно. Да, это интересно, можно попробовать себя. Спасибо большое вам за этот рассказ. За утро. Спасибо, до свидания. Спасибо, всем хорошего дня.